Всем приветики! Сегодня у меня первый отчётик по вот этому ангелочку от Dimensions. Прошла, наверное, где-то неделька, как я начала его отшивать. Ну и, в принципе, можно сказать, что половина работы, да, вот так вот выглядит целиком вся схемка. И вот эта вот часть юбочка, да, можно сказать, она вся отшита. Вот эти вот такие тени тоже отшиты. Единственное, что вот этот значок я еще не отшивала, потому что... Ну, я его отошью сейчас, когда вот к ленточкам перейду. А так вся юбочка у меня практически готова. Останется совсем чуть-чуть. Работа отшивается, ну, довольно-таки легко, можно сказать. Никаких таких затруднений у меня не возникает. Ну, даже не знаю. Я бы не советовала, наверное, тем, кто только начинает вышивать. Лучше взять, конечно, что-то попроще. Очень много тут вот этих вот, ну, как бы, маленьких промежутков таких вышивается. Хотя для меня это не маленькие, конечно, промежутки. Маленькие, это когда вообще там одиночки. Но я думаю, что начинающему сложно, да. Вот видите, тут сколько всяких значков сразу в одной этой ленточке. Так же, как вот внизу тут по юбке идет, да, вот этот вот подол. И тут тоже вот они перемешаны-перемешаны все. Наверное, будет сложновато начинающим. Вот так вот выглядит моя схемка. Зачеркиваю я ее карандашом. И что удобно, наверное, для многих... Ну, я не стала отрезать. Я вышиваю на пяльцах. Вот. Тут ключик, он отдельно, да, его можно вот отрезать. И на отдельном листе ключик это довольно-таки удобно, да. Особенно, когда работа большая. Чтобы туда-сюда не переворачивать. Ну, мне, в принципе, не сложно. Я кручу, я всю вот так вот ее складываю, эту схемку, да, на маленькие такие вот кусочки. И вышиваю потихоньку. И сейчас я вам покажу, как у меня все это выглядит. Вот так вот это все выглядит. Вышиваю я на пяльцах. Вот такая вот юбочка получается. Бека еще тут пока что нет. Но я думаю, что я его сделала, и потом уже передвину пяльца. Скорее всего. Хотя я такой человек, что... Сейчас я думаю так. Через 5 секунд я подумаю по-другому. Вот такая вот юбочка. Вот такие вот мои крестики. Как обычно, мой полукрест, он смотрит в другую сторону. Ну, не знаю, мне так удобно. Наверное, это смотрится некрасиво, может быть. Надо мне как-то попробовать все-таки сделать его правильно. Ну, не знаю, кто-нибудь можете использовать кусочек моего видео, как урок о том, как не надо делать полукрест. Вот, что вот он у меня смотрит в обратную сторону. Мне нравится вышивать вот на 16-й. Мне, наверное, вот 16-я канва, она для меня самая, наверное, оптимальная. Потому что 18-я, мне кажется, мелковата для меня, а вот 16-я идеальная. И крестики мне тут нравятся. Есть, конечно, косички, есть неровности. Ну, в целом, меня все устраивает, мне все нравится, как ложатся эти крестики. Сейчас вот докончу вот этот вот кусочек, да, вот эти вот цвета, вот тут доделаю их до конца. И буду, наверное, хочу сделать сначала бэк вот по нижней юбочке. Где у нас тут схемка? Хочу вот эту вот красоту я хочу. Так сразу форму придает. Красиво очень выглядит. И вот хочу я ее украсить побыстрее. В принципе, тут на юбке немного бэка, да, вот только снизу и вот эти вот полосочки. Думаю, да, я его сделаю сначала, этот бэк. И потом буду передвигаться уже выше к этой части. Вот, как я все храню. Ничего я никуда не перекладывала. Все у меня вот в этом вот кейсе, можно так сказать, да, в котором был сам наборчик. Все вот так вот накидано, набросано. Ножнички я сюда засунула, карандашик. И вот все вот так вот выглядит ужасно, некрасиво все выглядит. Но для меня это удобно, потому что, ну вот, картинка основная тоже у меня там лежит. Я туда сворачиваю схемку, еще складываю. И я очень мобильная. Сейчас у меня малыш подрос, и он мне практически вообще не дает вышивать. И когда вот так вот у меня все хранится, мне очень-очень удобно. То есть, я быстренько взяла все, что мне надо, заложила назад, и никто у меня это не открывает. Ничего, у меня нигде не болтается. Ну, со стороны выглядит, конечно, это вот таким вот ужасом, непонятным. Иголочки вот так вот сверху я прям втыкаю. То, что у меня остаются, ниточки, я прям их сюда же и втыкаю. Вообще, самые удобные, наверное, вот эти вот органайзеры у Дима, потому что, ну, никаких других не надо органайзеров. По одной паспочке легко вырывается, по одной ниточке, по одной ниточке вырывается. И потом вот иголочку можно легко воткнуть вот в эту пропененную такую поверхность. Они хорошо держатся, не вылетают. Очень удобно. Ну, и вот так вот у меня все тут запутано. Ну, потому что я такая вот безаларберная, наверное. Вот поэтому золотые нитки у меня тут уже все истрепались, валяются, болтаются, неизвестно как. Это еще более-менее прилично. Вот выглядит моточек, клубочек. Тоже у меня тут сверху иголочки. Вот длина ниток у Димы мне прям вот абсолютно нравится. Для меня, мне кажется, это идеальная длина. Классно, если вот пополам складываешь нить, вообще шикарно. Вот так вот все у меня выглядит. Ночнички тут, золотая нить. Вот эти всякие украшательства тут же на месте лежат. Единственное, что иголку я выложила, вот для бисера иголочка еще. Я ее отложила отдельно, чтобы она просто не потерялась, никуда у меня не вылетела. Вот, наверное, и все. Вот такая вот моя некультурная организация. Вот такой вот процессик, думаю, через недельку он будет уже завершен. Возможно, я сделаю еще промежуточные видео. Потому что вышиваю я, честно говоря, вообще по чуть-чуть. Наверное, я немножко подостыла к вышивке. И у меня поменялся подход к процессу вышивки. До этого я прям просыпалась, садилась за вышивку. Ничего мне не надо было. И целыми днями я вышивала, вышивала, вышивала и все. Никого не видела, ничего не видела. И днем, и ночью, круглосуточно. Когда у меня большая моя картина, вот, зимняя фея, она меня уже, видимо, сильно выбила из колеи. Месяц я не вышивала. И сейчас я вышиваю. Желание у меня есть. Желание у меня огромное вышивать. Я бы также, наверное, сидела круглосуточно. Но немножко я расставила приоритеты, поменяла, наверное. И вышиваю я сейчас только совсем в свободное время. Вот сейчас малыш у меня уснул. Я сейчас сниму видео и, наверное, пойду повышиваю немного. Вот. Не знаю. Может быть, с дочерью книгу почитаем. Как-то у меня сейчас нету такого прям ярого желания вышивать. Наверное, это хорошо. Я думаю, что это хорошо, потому что близкие страдали от того, когда я круглосуточно вышивала. Ну, и сейчас, конечно, для них радость, потому что вечером я уже не тупо сижу, вышиваю, удивляю время семье. Вот. И... Такой процесс, подход к вышивке мне нравится, наверное, больше. Вышиваю по чуть-чуть. То вышиваю, то не вышиваю. Один день вышиваю, другой день вообще не подхожу к ней. Вот так медленно будет двигаться моя вышивка. Вот эти вот тени мне тут нравятся. Вот такие вот. Так классно сделано все-таки. Это у Димы, да? Тут, видите, крест в одну ниточку и полукрест. Такое прикольное ощущение создается. Не знаю, видно вам или нет. Вживую это лучше даже выглядит. Вот это вот такой отблеск тени. Вот теперь, наверное, точно и заканчиваю. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите, что не потеряли меня, что вот выложила видео, посмотрела сейчас вот за неделю 100 просмотров. Очень-очень приятно. Буду вас почаще радовать своими прогрессами. Спасибо большое. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok